Под моим последним роликом, где я высказывала своё мнение о новом генеральном директоре Театра МХАТ, основываясь на его интервью, мне моя подписчица кинула ссылку, чтобы я прокомментировала интервью Соседова. И вы находитесь на канале Людмила Аганесян. Я зайду далеко от этого интервью. Но вот я что хочу сказать. Раньше было модно коллекционировать фотографии артистов, фотографии картин, полотен художников различных, марки, фотографии фарфора и так далее. Я ничего это не коллекционировала. Я коллекционировала знания. То есть покупала, приобретала книги. Папа снабжал меня различной литературой, покупал всё интересное. Вот. У меня была энциклопедия большая. И я коллекционировала сугубо знания. Вот я что хочу сказать. Чтобы был понятен смысл высказывания Соседова, нужно вернуться к истории театра МХАТ имени Годького. Только тогда можно будет понять глубокий смысл высказывания этого критика. А он всегда говорит открыто, без страха, открывает глаза на некоторые, можно сказать, азбучные истины, которые некоторые, трусливо угождая, другим открыто не говорят, а выливают много воды. Они будут часами говорить, не раскрывая никакой истины. И для слушателей будет это потраченное время. Истоки театра. Летом 1897 года в ресторане «Славянский базар» состоялась историческая встреча, Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко. Она длилась около шести часов, может быть, даже и больше, восемнадцать часов. Именно тогда было принято решение о создании Московского государственного театра. И были заложены основные его принципы. Сейчас очень сложно представить мировой театр без реформ МХАТа. На протяжении своей истории театр задавал новые направления развития в искусстве, общественной жизни и открывал новые имена. И служил эталоном. Это был эталон современного театра. Театр стал центром культурной жизни того времени. Вокруг него группировались лучшие писатели, поэты-философы. Подписывайтесь на канал. Далее будет в следующем ролике. Память маленькая, поэтому только... Субтитры создавал DimaTorzok